Итак, в некоторых районах мира уже вышел смартфон LG Optimus Prime Вернее, LG Optimus 2X Давайте посмотрим, что он из себя представляет Я попытаюсь немножко об нем рассказать Сразу скажу, что фанаты ликуют Итак, сердцем телефона является Беспонтовый совершенно двухпроцессорный NVIDIA Tegra 2 процессор Двупроцессорный, да это я пошутил Двухядерный Работающий на частоте 1 ГГц Ну, собственно говоря, можно сказать, что это полное дерьмо Объем кэш-памяти L2 у него 1 МБ Блин, они бы еще туда Celeron 386 с одним килобайтом памяти захерачили Смотрим на реакцию фанатов Noki N8 Блин Дальше давайте посмотрим, сколько у нее Оперативной памяти У нее, у него или еще у кого-либо Тут вот я смотрю характеристики Нихуя не написано, сколько оперативной памяти Могу предположить, что либо 512 МБ Либо 1 ГБ Сейчас я отлучусь немножко В общем, пусть будет у него 512 мегабайт оперативной памяти Чтобы, скажем так, готовьтесь к худшему, а надейтесь на лучшее Так, дальше давайте посмотрим, собственно говоря Ну, мы понимаем, что 512 мегабайт сейчас совершенно не серьезно Давайте посмотрим, что за экран Экран тупо 4-дюймовый TFT То есть не Super AMOLED Разрешение достаточно стандартное 800 на 480 пикселей Пикселей Соответственно, ничего особенного из себя не представляет Смотрим реакцию фанатов Dokie N8 БЛЯНЬ Собственно говоря, по экрану можно было бы сказать Они бы еще туда бодохромный вставили Аккубулятор 1500 билиампер в час Тоже полное говно Будет хватать только на 1 неполный день с утра зарядки сняли вечерком пришли на зарядку поставили камера их тут целых две что в общем-то и хорошо и плохо 1 8 мегапиксельная другая 1 и 3 мегапикселя фронтальная камера видимо для чего-то 3g и так далее телефон может снимать видео в 1080p это если кто не знает это 1920 на 1200 разрешение видео 30 fps то есть сверх сверх быстрый скажем так и проигрывать он может в том же разрешение в общем смотрим на реакцию фанатов nokia n8 что еще можно про него сказать можно конечно же сказать про его размеры про его размеры что-то можно сказать но для этого нужно эти размеры найти сейчас я на секундочку отвлекусь ага дошел самый главный фактор это толщина толщина у него 9,2 миллиметра сами понимаем что это такое практически бревно кирпич куда уж доки n8 свой пирожковским дизайном смотрим на реакцию фанатов nokia n8 дальше что можно сказать еще про этот телефон огласив самые основные характеристики можно коснуться бренда бренд lg лыжа gold star в далеком-далеком прошлом что он из себя представляет но мы сами понимаем что уже это относится к собой к одной из самых низших иерархий в вот в этом сонми брендов ниже только всякие китайские подделочки lg в последнее время себя чувствовал достаточно фигово ничего особенного не выпускала конечно не была полным дерьмом в какие-то выпускал такие с сенсорными экранами достаточно большими до тем дебеди в общем совершенно ни о чем какие-то чоколы это достаточно давно был еще какой-то хрень в общем ни о чем совершенно ни о чем и сейчас она первые выпускает первый двуядерный телефон телефон двуядерный 1 естественно со временем через пару месяцев много кто выпустит тот же iphone я думаю в следующем пятом будет такой примерно двуядерный процессор да совсем не факт это но скорее всего это именно так и будет но до его выхода достаточно много времени samsung тоже что-нибудь выпустят но когда они еще это выпустит пару месяцев пройдет таким образом sony ericsson вообще там не знаю но тоже выпустит наверное как обычно к осени в лучшем случае таким образом lg срубит бабла срубит фанов каких-то новых ну как фанов блин фан элджи это смешно звучит тем не менее скорее всего не получится максимум срубить почему потому что как обычно будет скорее всего дефицит этого процессора так как его на им только сейчас начинают производить объемы выпуска небольшие и будет дефицит данных телефонов цены на него будут задраны со соответственно в отсут в полное фактически отсутствие конкурентов он будет технологическим лидером номер один безусловным безоговорочным примерно такая же некоторая ситуация была самсунгами когда они выпустили wave офигенно популярные что сейчас его производством полностью свернули потому что не хватает экранов супер амолед и они решили пока что сделать основной напор на galaxy который лучше паха паркам стоит дороже соответственно лучше продавать товар подороже побольше чем подешевле побольше поэтому свернули собственно говоря тут посмотрим что будет кстати то что возможно будет дефицит процессоров из-за этого могут притормозить и остальные производители про экран еще возможно забыл сказать что он 4 инча достаточно большой операционной системы android считается она сейчас в мире становится ведущей ведущей операционной системой учитывая что совершенно совсем недавно начали появляться smart и коммуники на ней фактически это супер скажем так прорыв но памяти 8 гигабайт в телефоне я не думаю что это так уж важно 8 там 16 гигабайт что тут в характеристиках сверху написано 16 гигабайт снизу 8 возможно будет две версии ну какие тут еще есть слова hdmi вайфай bluetooth блин не знаю три с половиной миллиметра разъем гироскоп акселерометр датчик приближения и так далее прочее какая-то белочевка в общем вот такой телефон получился думайте сами решайте сами покупать не покупать он еще у нас в россии не появился появится где-нибудь скажем так в марте естественно вначале он будет за 30 стоить тысяч то есть ну самое первое время 35 40 я думаю потом 30 потом серые упадут до 25 до 20 ну и так далее к осень он будет стоить 1015 особенно способствовать будет снижение цены брендик весьма веселый я думаю этой компании нужно производить ребрендинг да не просто ребрендинг а это чем-то подкреплять в общем всем спасибо за внимание а а а а а